Субтитры делал DimaTorzok С заряженностью на борьбе выделялся лучший бомбардир Тюмени Ферао. На втором минуте бразилец ушел от опекуна и мягко подсек мяч в дальний угол, а через 6 минут упрочил преимущество гостей уже Павел Лобков. Хозяева старались, старались и усердие воплотилось в забитые мячи. Пожалуй, самым активным в составе Тушкареи в первом тайме был вездесущий Роман Гловацких. На его счету два красивых гола. Еще один раз до перерыва забил Ферао. Казалось, со счетом 3-2 в пользу тюменцев команды уйдут на перерыв. Но сработала связка Алимао-Эскердинья, и лучший бомбардир текущего сезона Суперлиги уравнял шансы команд. 3-3. Перерыв. Не то, что не получается, просто Тюмень понаглее была и забила два мяча. Ничего страшного, два тайма впереди было, и нам пришлось лезть в атаку, забивать мячи, выходить вперед, что мы, в принципе, делали. Повторяюсь, команды сегодня играли на победу, рвали, метали. Так что здесь это тем, как бы и хорош, это мини-футбол, что играют до последней секунды. Тюмень, в принципе, молодцы. И ничейный счет заслужили. Перерывы матча Дина-Тюмень прошла торжественная церемония награждения дублирующего состава императорского клуба. Пушкари впервые в своей истории завоевали первое место в Суперлиге среди дублирующих составов. Поздравляем! Мы стали, если не ошибаюсь, в 24-м туре уже чемпионат России досрочно чемпионами, завершили борьбу, готовились уже к кубку, и сейчас планы взять еще кубок, постараться. Сезон это не закончен, будем еще бороться, играть. И мы порадуем болельщиков, можно еще и кубком. Дальше больше. После перерыва голевая ферия продолжилась. Причем непосредственное участие в ней приняли те же лица. А Ферао и вовсе стал неоспоримым героем поединка. На 29-й минуте он отдал голевую передачу на Ивана Миломанова. На 34-й замкнул прострел Сергея Абрамовича. Между этими эпизодами уместилась потеря в центре поля Андрея Батарева и сольный голевой эпизод Романа Головацких, который таким образом оформил хет-трик 4-5. Счет 7-7 отражает силы на поле, что ничья это боевой результат. Я думаю, обе команды заслужили по очку. И игра, получается, я думаю, для зрителя очень интересная и всем, думаю, понравилась. Ферао, ох, как хорош был в этой встрече. Но и доморочные игроки не подвели. В одном из эпизодов Бадарев отдал передачу на Переверзева и футболиста сборной России забил. 6-4 в пользу Тюмени. У нас было много моментов, и Тюмени использовала наши ошибки в обороне. Ничья закономерна, но я недоволен. На этом голевая активность Сибиряков угасла. А вот хозяева сумели забить трижды. Не только догнав Тюменицев, но и впервые на 45-й минуте, выйдя в этой встрече вперед. Карлинис спровоцировал автогол Греута. После чего дважды отличился Эскердиге. И 7-6 в пользу Дины. Казалось, вот он, реванш за обидное поражение в полуфинале Кубка России. Но не тут-то было. Евгений Осинцев выпустил пятого полевого. И за 30 секунд до финальной сирены, благодаря командным действиям, Ферао сравнял счет. 7-7. Это был красивый матч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok